Несколько минут до начала открытия, а в экспозиционных залах уже посетители. И сами авторы с удовольствием показывают и рассказывают. Ведь кроме множества фотоснимков, на выставке представлена и самая разнообразная фототехника. Это был не самый дорогой. Самый дорогой фотоаппарат у нас в стране был. Салют. Церемония открытия не отличалась особой торжественностью. В адрес автора в выставке были сказаны слова «теплые и простые». Каждый выступающий вспоминал что-то, что было связано с героями события. И в каждом слове чувствовалась любовь к родному городу и увлечению всей жизни фотографии. В 2000 году состоялась первая заграничная командировка с Владимиром Степановичем. Мы там, девчонки, побежали по магазинам, деньги тратить еще были марки немецкие. А Владимир Степанович взял все деньги и потратил на фототехнику. Еще казалось, господи, ну как же так можно? Необычный ландшафт, яркость красок и необычность ракурсов. Ничего этого в пейзажах Юрия Митрофановича нет. Они в этом смысле обыкновенны, но они не обыкновенны в другом отношении. А именно в том отношении, что подойдя к любой его работе, отойти от нее сразу невозможно, потому что в ней заключен автор. Автор с его переживаниями, с музыкой его души. Пейзажи Георгия Абраменко словно стихи. Недаром каждый фотоснимок подписан строкой Набокова, Мандельштама, Гумилева. Все это из детства, говорит фотохудожник. Ведь бабушка его была дружна с Есениным, а дед – с Гелеровским. А сам Георгий Митрофанович знает наизусть много стихов. Их в привычной картине природы умеют увидеть прекрасное и стараются донести до зрителя. Показать, что наш город красивый. Мы просто его не видим. Видновчанам наверняка станут близки виды родного города, старые улицы, которые чаще у автора изображены осенью. Я люблю осень. Пора увидания. Может, это с возрастом связано. Но я хотел бы, чтобы моя грусть была светлая. На фотографиях Владимира Меньшова отображены разные моменты жизни нашего города. Здесь много людей. Самое главное, считает автор, эмоции. А их на лицах и в сюжетах предостаточно. Большая часть экспозиции посвящена людям и делу всей жизни Владимира Меньшова. Кинотеатру и телеканалу «Видное ТВ». Городские праздники, торжественные события – каждая часть истории города и района. Тот богатейший материал, что есть. И хотелось его и показать, что все-таки люди-то у нас замечательные. Владимир Меньшов семиклассником взял в руки фотоаппарат и подружился с ним на всю жизнь. Небольшую, но очень важную часть выставки занимают фотоснимки армейского периода жизни. И пусть это не видное, а далекий Кавказ становится понятным, что уже тогда Владимир Степанович обладал качествами хорошего фотографа. Раньше кто становился фотографом? Тот, кто мог овладеть фотоаппаратом, то есть этой техникой. Главное – не купить фотоаппарат, а главное – овладеть, как поставить правильную экспозицию, то есть выдержку и диафрагму. Почему? Потому что сейчас все это делает автомат. Раньше отснимешь пленку, а начнешь ее проявлять – там ничего нет. Ну и, конечно, уметь увидеть и поймать тот неповторимый момент, от которого впоследствии невозможно будет отвести взгляд. Выставка продлится до 8 октября. Обязательно приходите, чтобы увидеть красоту родной земли своими глазами. Татьяна Бролова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.